Привет, ты на канале Прогавка. Сегодня у нас в проекте за рулем нашего Кодиак Марина Яковенко. Мы все ее знаем по пятому проекту Мастер-шеф, но Марина сегодня расскажет много интересного о своей жизни, о своей настоящей работе, о своей семье, о своих хобби и пристрастиях. Поехали? Поехали! Кулинария никогда не была и, наверное, не будет моей работы по причине того, что все-таки профессионально для того, чтобы готовить, необходимо учиться этому. Я училась немножечко в другой сфере и, соответственно, переучиваться, наверное, было бы уже поздновато. Я умела готовить и меня училась в детстве готовить моя мама. Я ей очень благодарна. И сейчас я также обучаю своего ребенка. Считаю, что вкусно уметь готовить должна, по крайней мере, каждая женщина. Будет ли она готовить своему мужчине, это уже сугубо их личный, семейный или там общий какой-то выбор. Но женщина должна уметь готовить и желательно вкусно. Она должна уметь подбирать качественно продукты, должна уметь их комбинировать. И главное, основное, чтобы женщина получала удовольствие, потому что если она не будет получать удовольствие от готовки, мне кажется, никакое блюдо никогда не выйдет вкусным. Я готовлю каждый день. Скажу вам, удивляются практически все мои знакомые, почему я это делаю. Когда я готовлю, я отдыхаю. Я очень люблю готовить. Я люблю готовить, готовлю каждый день, и готовлю специально мало. Готовлю на один раз. Я не люблю есть одно и то же несколько дней подряд. Я не люблю забитые холодильники. Знаете, у моей мамы, каждый раз, когда я приезжаю к своей маме, мама мне говорит, «Боже, я же ничего не готовила, у меня практически ничего нет». И бух, полный стол. Потому что тут остался кусочек чего-то, там кусочек кого-то, там еще чего-то. И бах, собралась поляна. Я не очень, наверное, такое люблю, хотя моя мама тоже готовит каждый день, я это знаю. Наверное, любовь к готовке пошла от моей мамы. Мы действительно, мы любим готовить. Меня очень любит готовить мой отец. Когда-то давным-давно мы смотрели эту передачу, и мне понравилась задумка этой передачи, когда собирается большое количество людей, готовят в разных абсолютно условиях, с какими-то препятствиями. Мне всегда хотелось попробовать. И просто так сложилась жизнь, что какое-то время сначала я работала, потом я была в декрете, и как-то у меня все не доходили руки для того, чтобы заполнить анкету и собраться, и пойти на этот проект. Почему я вообще решила пойти на этот проект? Потому что, как любой человек, я устала от своей основной работы, мне захотелось немножечко отдохнуть, но отдохнуть без дела – это неинтересно, хочется чем-то заниматься, и я решила себя попробовать. Пообщавшись со своей подругой лучшей, которая мне сказала, ты что, тебе в любом случае надо идти, тебя возьмут, Марина, однозначно, я говорю, Юлечка, ну там так много людей будет, ну, она говорит, я уверена, иди. Мы заполнили с ней анкету, и я про нее забыла, вот честно, я забыла про анкету, которую я заполнила, устроилась на работу другую, решила поменять работу, подумав о том, что, возможно, новые эмоции хоть немножечко меня угомонят, но нет. Через какое-то время мне позвонили и сообщили, что я прошла кастинг, вот, и они хотели бы, чтобы я пришла на еще один предкастинг уже с готовой едой. То есть им понравилась моя анкета, и они хотят со мной пообщаться. В первой анкете заполняется кто ты, что ты, чем ты занимаешься, почему ты решила заполнить эту анкету, и что ты ждешь от проекта. На самом деле моя анкета вообще, наверное, не вписывалась в общепринятые анкеты, потому что обычно идут люди, у которых что-то не так по жизни, да, там, например, они не могут найти себя в этой жизни в работе, или там у них проблемы семейные, или они мечтают, например, стать действительно шеф-поварами, то есть какая-то должна быть цель этого проекта. У меня была цель, типа, мне скучно, хочу повеселиться. И, наверное, это было удивительно и непонятно для тех, кто выбирал и отбирал эти анкеты. Когда я пришла уже со своей едой, я очень ответственно подхожу обычно к таким вопросам. Я готовила, при том, что я могла заказать прекрасно любое блюдо в ресторане и преподнести его как свое, но я не вижу смысла в этом, потому что чаще всего именно эти люди, которые так делают, они не проходят, потому что это неинтересно, это сразу видно. Я готовила сама свое блюдо. Я выбрала вообще не очень тяжелое. Это, по сути, был салат, который когда-то я попробовала на семейном празднике, приготовила его моя родственница. Я этот салат преподнесла как не салат, а как, в принципе, основное блюдо. И опять-таки же забыла. То есть, после того, как я пришла на этот предкастинг, там было безумное количество людей. Я даже не знаю, сколько. Там, ты ждешь в очереди, там, больше пяти часов. Я простояла. Но в конечном итоге я преподнесла свое блюдо, быстренько о себе рассказала, сказала, какая я хорошая, что у меня семья, ребенок, все отлично в моей жизни. Я работаю, на меня вот так смотрели, типа, и? Я говорю, ну, прикольно было бы попасть на этот проект. Опять-таки же, приехал после этого предкастинга, я забыла. Я забыла, прошло два месяца. Я никогда не забуду, наверное, этот звонок, потому что мне позвонила Валерия, мой интервьюер. Она мне позвонила по телефону и говорит, Марина, здравствуйте. А я сижу на собрании. У меня собрание, я там вещаю что-то. Она говорит, Марина, здравствуйте, вы знаете, вы прошли в сотку проекта. Был отбор с 27 тысяч, вот, и вы попали в сотку. Я сначала выдумывала, что это прикол, поэтому говорю, вы меня извините. Вы меня извините, я, к сожалению, не могу сейчас говорить. И положила трубку. После совещания я рассказываю своим сотрудникам. Представляете, мне только что позвонили, это 100% прикол. Кто-то из моих друзей решил надо мной просто прикольнуться. Они, Марина, ну позвони, а вдруг не прикол. Я звоню. Говорю, здравствуйте, вы мне только что звонили. Она, да-да, Марина, вам необходимо подъехать. Такого-то числа у нас будет очередной отборочный тур. 50 участников. Я говорю, ну хорошо, я приеду. Я звоню своей Юлечке, которая была инициатором того, чтобы я пошла на этот проект. Я говорю, Юлечка, ты представляешь, я прошла. Она говорит, все, ты по-любому дальше пройдешь. Ну и вот тут, наверное, вот, я не знаю, как у каждого, у меня есть всегда, даже не предчувствие. У меня есть, ну если я прошла в сотку, 27 тысяч человек меня отобрали, я просто не могу себе позволить не пройти в двадцатку, скажем так. А если я пройду в двадцатку, то я расшибусь, но как минимум одену китель. Было задание от наших уже, там, организаторов этого проекта и жюри в том числе нас оценивало. Это было интересное задание, но нам необходимо было лепить пельмени. Но перед тем, как нам их налепить, нам нужно было сделать самостоятельно фарш из мяса, не имея мясорубки, порубить его ножом до состояния фарша. Необходимо было быстренько украсть себе кусок теста и сделать вареники. Честно вам скажу, вареники это не мой конек, лепить я их не очень умею. И я не ем вареники, пельмени так часто, чтобы как минимум знать, как они лепятся и как они выглядят. Соответственно, это был один из сложнейших для меня конкурсов. И я помню, что возле меня стояла Юля, на проекте ее прозвали потом каретой. Я ей говорю, пожалуйста, помоги мне сделать эти вареники, я без понятия. Мне там пытались долго объяснить, как они лепятся, какая там система этой лепки этих вареников. Ну, послушайте, первый блин комом, но потом у меня не получились все-таки. И когда мне сказали, что я прохожу дальше, в 30 сколько-то нас там оставалось, я понимала, что все, до 20-ки осталось буквально совсем чуть-чуть, и я обязана просто пройти в эту 20-ку. Мой муж при этом стал очень активно нервничать, потому что знаю мой характер. Он понимал, что я пройду, и в дальнейшем он меня какое-то время не будет просто лицезреть. И он стал как-то так активным. Мне говорят, зачем это тебе надо, Мариш, подумай, у тебя работа. На работе были все в шоке, но мой директор, я работала на тот момент в социологической компании, мой директор была и счастлива, и в то же время ее так периодически мандражировало, когда я говорила, еду на очередной кастинг, она, о боже, о боже, о боже, ну удачи. Я ей звонила, говорила, что я прошла, она расстраивалась, а потом очень радовалась. 18 июля я уехала уже в 20-ку на проект «Жить» и вернулась 4 октября. Но при любом удобном случае, при любой возможности я всегда приезжала домой. У нас были выходные дни, те, кто жил, естественно, не в Киеве, они не могли себе позволить уезжать к себе в города. Я, к счастью, могла себе это позволить, и я приезжала домой сонная, потому что съемки у нас бывали и по 18 часов, и по 20 часов. Как только я освобождалась от съемок, я приезжала домой, старалась целый день посвятить своей семье, и после этого сонная приезжала обратно. Все высыпались, отдыхали, а я приезжала, такой скомканный, уставший комочек. Но, тем не менее, почему нет? Нормально, меня ничего не сломит. Это было интересно. Проект, он интересен тем, что там необходимо, мне кажется, в первую очередь оставаться человеком, никогда не паниковать, даже если ты понимаешь, что есть, например, те задания, которые, в принципе, как тебе изначально кажется, нереально сделать, но все задания я прекрасно понимаю, когда они продумываются, в любом случае их кто-то тестит. Соответственно, если тот человек, который их протестировал, смог это сделать, почему я этого не могу сделать? Я очень любила попадать в черные фартуки. У меня даже в какой-то момент был такой азарт. Зрители писали там, о боже, мы опять в черном фартуке. Как обычно, есть герой, да, и его люди не любят и любят. У меня тоже были те, кто меня, в принципе, не любил в соцсетях, и были те, кто за меня безумно болел. У меня выросло количество подписчиков, но, наверное, моим подписчикам не очень везет, потому что я не особо склонна, и у меня нет или нет времени, или нет таланта. Давайте, ну, мне кажется, что у меня просто нет времени заниматься какими-то активностями, да, снимать там много сториз, делать какие-то прикольные посты. В принципе, времени нет. Я их радую только своими фотографиями, красивыми, иногда не очень красивыми, и обратила внимание, что некрасивые мои фотографии обычно в топе лайков, то есть они там переваливают за тысячу лайков, за две тысячи лайков, потому что людям почему-то нравились я не очень симпатичные. Наверное, наше общество периодически привыкает к тому, что если ты можешь выставить себя в не очень хорошем состоянии, значит, ты смелая, честная, да, открытая. Поэтому я выкладываю вот такие фотографии, типа я сонная или я там 10 лет назад, а 10 лет назад я была, мягко говоря, не очень, и им это нравится. Фух, вот я сейчас смотрю на себя, мне столько, сколько Марине было 10 лет назад, то есть у меня еще все впереди, я еще буду красивой, да, там, или у меня еще все получится. Почему нет? Я не стесняюсь себя выкладывать. Наверное, следующего проекта не будет. Почему? Потому что, ну, во-первых, я выросла, выросла как морально, так и, в принципе, как человек, да, там мне уже перевалило за 30, но я помимо своей основной работы занимаюсь еще очень многими другими активностями, да. В марте мы организовали очень крутую дискотеку, которая прошла на территории арены. Мы с ребятами организовали эту дискотеку, договаривались с диджеями, делали сами рекламу. Это был вот тоже проект, который, в принципе, со мной не ассоциируется, то есть я и дискотеки, это как, я не знаю, я и балерина образно. Но дискотека прошла хорошо, все были довольны, счастливы, были классные диджеи, это была техно-вечеринка, опять-таки, которая, в принципе, со мной не ассоциируется. Я люблю заниматься тем, что не ассоциируется со мной. Это очень круто, потому что... Да потому что я получаю от этого удовольствие. Если я получаю от этого удовольствие, наверное, и людям тоже интересно наблюдать за этим. Основная моя работа, я открываю контакт-центры с нуля. Я сама подбираю людей, я сама их обучаю. Я сама начинала работать как специалист контакт-центра когда-то. У меня были замечательные учителя, просто обалденные тренера, которые научили меня продавать, научили меня продавать как себя, так и то, что от меня хотят, чтобы я продала. Я умею продавать абсолютно все. Когда-то моя мама сказала, что я смогу продать хомячка бабушке, у которой аллергия на хомячков. По-хорошему, если я понимаю, что... Если мне нравится то, что я продаю, я это продам. Вот если мне не нравится, мне кажется, вот человек, когда что-то делает, ему должно в первую очередь это нравиться. Если ему это нравится, он сделает все, что угодно, чтобы кому-то это так же понравилось, как и ему. Это могут быть абсолютно разные контакт-центры. Это могут быть как холодные звонки продажи, это могут быть как кросс-сейл продажи, это продажи уже существующим клиентам. Это может быть контакт-центр, просто обслуживающий, консультирующий контакт-центр по продуктам компании, к которым он относится. Это могут быть абсолютно разные направления контакт-центра. Это могут быть пластиковые карты, поддержка пластиковых карт в банках. Например, я запускала в двух банках вот такое направление. Это может быть коллекшн, сбор денежных средств у клиентов-должников. На самом деле, контакт-центры и сотрудники контакт-центров, они очень универсальны. Но, опять-таки же, у каждого просто нужно найти ту жилку, которая в нем есть. Это одна из самых интересных работ в мире, потому что у тебя каждый раз меняется, скажем так, описание твоего клиента. То есть тебе сначала звонит какой-то замечательный клиент, который желает тебе хорошего дня, а следующий клиент может тебе позвонить и высказать тебе в принципе все, что о тебе думает. По сути, как и в жизни, есть у нас друзья, есть у нас враги, а есть просто прохожие люди. Абсолютно идентично, только это все проходит по телефону. И это сложнее, наверное, все проводить по телефону, потому что, когда мы с тобой общаемся, ты можешь видеть мое лицо, ты можешь видеть мои жесты, ты можешь наблюдать за тем, как я реагирую на те или иные вопросы, как я тебе отвечаю, с какой мимикой. А когда ты общаешься по телефону, все, что ты имеешь, это твой голос. И на самом деле клиенты, с которыми мы общаемся, и сотрудники, которые общаются с клиентами, они также прекрасно видят и слышат друг друга. Как ни странно это звучит. Я всегда учу своих сотрудников. Какой бы ни позвонил, самый даже отвратительный клиент, он, во-первых, для нас клиент, и он всегда прав. Он для нас самый лучший. И именно только потому, что он есть у нас, мы есть в этой компании, и эта компания в принципе существует. Поэтому в любом случае, когда бы он не позвонил днем-ночью, контакт-центр, в котором я сейчас работаю, он круглосуточный, вы должны быть на позитиве, с хорошими эмоциями и стараться помочь этому клиенту. Мне кажется, это самое главное. И если ты поможешь клиенту, клиент с удовольствием придет в эту компанию еще и еще раз будет понимать, что он действительно ценен, они только слышит о том, что у нас там ваш звонок очень важен для нас, пожалуйста, оставайтесь на линии, да, стандартный VR для всех клиентов. В контакт-центрах работают не девушки. У меня был когда-то контакт-центр, в котором работали почти все парни. Но это было направление коллекшн, soft collection. И там, наверное, вот парни нужны, потому что у парней есть такая функция, как выдержка. Выдержка и спокойствие даже в том случае, когда девушка начинает уже выбешиваться, да, выходить из себя и начинать уже заводиться, паниковать, либо же там как-то не совсем корректно реагировать на те или иные вопросы клиента или ответы. У мужчин есть такая функция, как спокойствие и занудство, назовем это так, потому что вот он может 10 раз тебе говорить одно и то же. Наверное, это заложено во всех мужчинах, когда он говорит, нет, эту сумочку мы тебе не купим, нет, нет. Вот, и по сути точно так же, да, вы должны нам деньги, да, да, вы должны нам деньги, верните эти деньги, верните, я не буду вам звонить и вас постоянно, да, там, я не знаю, доставать своими звонками, верните, верните. Вот мужчина будет сидеть и 10 раз говорить. Девушка сначала будет просить, потом будет умолять, потом будет реветь, потом обидеться и бросит трубку. Ну, образно, да, как по сути по жизни. Поэтому, наверное, вот в этом направлении мужчины хороши. Хороши мужчины еще и в обслуживании вот консультационных, консультационного характера, когда, ну, мужчина всегда воспринимается более, наверное, серьезнее, что ли. Когда ты звонишь в колл-центр, в любой контакт-центр, и тебе отвечает какой-нибудь мужской голос, ты думаешь, о, классно, потому что... Жарят. Нет, потому что им повезло, и у них там даже в 18 лет уже более грубый, такой достаточно высоко поставленный, хорошо, да, там, уверенный в себе голос. У девушки, я не знаю, ей надо много курить, наверное, чтобы у нее был более грубый голос, потому что 18-летние девочки, они разговаривают так мягко, и когда ты звонишь, а тебе отвечает какая-нибудь Анечка. Ты думаешь, ну, нет, Анечка не шарит. Лет пять назад, я не знаю, что нашло на моего мужа, но он начал активно готовить торты. Я не умею их готовить. И ты знаешь, у него они получались очень крутые. Он мог приготовить два сразу, вот, при том, что он их не ел, потому что он говорил, так как я их не ем, потому что, да, там, боюсь поправиться, но образно, я буду готовить их для вас. И он готовил очень вкусные, они были абсолютно разные, они были фруктовые, он делал шоколадные, он делал тирамису, сам выпекая вот эти вот палочки, он делал песочные разные тарты сладкие, они получались вкусно, и он это с такой любовью делал, в какой-то момент ему, видать, это надоело, это длилось, я не знаю, может быть, месяца три, и потом ему это надоело, и он перестал этим заниматься. Скажу так, Юра не готовит, вот, в том понимании, вот готовит, но если необходимо, например, приготовить что-то, да, я, например, задержалась на работе, или меня в принципе нет, я могу уехать в командировку, то я прекрасно понимаю, что он сможет приготовить еду, да, там себе и Диане, и приготовит там и первое, и второе, и там компот, скажем так. Насколько это будет вкусно? Ну, я думаю, это будет не вау, но и не ужасно. Это будет вкусно, то есть это будет съедобно достаточно, и иногда даже я, задерживаясь на работе, приезжая домой, меня кормят каким-то вкусным ужином. Для меня это вкусно, потому что человек это делает нечасто, и, соответственно, у каждого человека свой стиль готовки, и у него свой стиль, который присущ только ему, и я всегда угадаю, когда приготовит он. Мы очень любим путешествовать, ну, мне кажется, что человек, который может себе позволить путешествовать и не путешествует, это глупо, потому что умереть и не увидеть все красоты, которые есть за границами того города и той реальности, в которой ты живешь, это, ну, это скучно. Лучше там увидеть сто каких-то разных мест, чем ездить на мега-дорогой машине, да, и жить в шикарной квартире и питаться каждый день лобстерами. Мое мнение, лучше эти деньги потратить на путешествия. Это, во-первых, положительные эмоции, это новые впечатления, и это, по сути, познавание того, что ты когда-то учил в школе на карте. А с тем, что я учила в школе на карте, у меня совсем не очень. Поэтому я приезжаю и смотрю, где же ты находится, куда же я приехала. О, как круто! Очень-очень любим путешествовать. И я считаю, что это основная, наверное, цель каждого человека, как можно больше охватить нашу планету и зарядиться позитивными эмоциями. Я вообще, в принципе, не представляю себя без машины. Когда я была еще, скажем так, маленькая, в 14 лет мой отец начал учить меня водить машину. Да, это было очень в раннем возрасте. Объясню, почему у меня у отца проблема с левой рукой. Она, в принципе, не функционирует. И на тот момент у нас, если я не ошибаюсь, была BMW на механике. Мой отец сажал меня рядом и говорил, слушай двигатель, Марина, я буду ехать и нажимать педали, а ты переключай скорость. И вот так меня научили слушать двигатель и переключать скорость, когда необходимо, да, для того, чтобы машина ехала быстрее. Следующим этапом было в лет 15 уже, когда я начала подрабатывать промоутером, я стала зарабатывать себе там денежки, я приходила к папе и говорила, пап, ну дай машину, ну пожалуйста, дай машину. Папа говорит, Маша, нет, ну что тебя остановит, у тебя не документов, тебе вообще 15 лет. Я говорю, ну пожалуйста, я даже заправлю тебя. Так как я могла себе позволить сама себя заправить, мой отец давал мне машину и говорил, только по району. Я ему говорила, конечно, зуб даю, только по району. И, естественно, я обзванивала всех своих друзей и говорила, уху, у меня машина, поехали. Понятное дело, что никто по району не катался. Мы катались где угодно, только не по району. И вечером я прекрасно доставляла машину под дом, и все было замечательно. С лет 17 я начала бредить машиной. Хочу машину, хочу машину, хочу машину. Но мой отец научил меня, что если ты что-то хочешь, сделай что-нибудь для этого, да. То есть тебе 17 лет, занимайся чем-то. Я подрабатывала, подрабатывала. В 18 лет я устроилась на работу, стала официально зарабатывать деньги. И вот когда я стала зарабатывать определенную сумму, мой отец мне помог, скажем так, приобрести машину. И они мне это сделали очень красиво в виде сюрприза. В какой-то день моя мама мне говорит, мы едем сегодня к бабушке. Ну, честно, я любила ездить к своей бабушке. Но мы, по сути, буквально там, если я не ошибаюсь, на прошлой неделе у нее были, че к ней опять ехать эти 100 километров. В общем, я была очень расстроена. Я помню, папа, да ладно, поедешь за рулем, ну, че ты паришься на моей машине, я дам тебе ехать. Я говорю, ну, хорошо, дашь так дашь. Значит, едем мы, а, выходим мы на улицу, папа дает мне ключи от своей машины, я сажусь, что-то прогреваю. И мама мне говорит, Маш, тебе нравится вон та машина. Я смотрю, стоит такая синяя, прикольная машина. Такая, подхожу к ней, ну, да, прикольная, нормально, ничего такая. Мама такая, Роберт, ей не нравится эта машина, значит, я оставляю ее себе. Вы не представляете, какое... Вот это, наверное, те эмоции, которые я никогда в жизни больше вот именно таких ярких эмоций я не испытывала. Я вот с такими глазами еще раз посмотрела на эту машину и поняла, что, боже, какая она обалденная. Она такая красивая, она невероятная просто, это самая лучшая машина на планете. Я никогда не забуду, когда мы сели в эту машину, я звоню своему другу и кричу, Макс, Макс, у меня Хонда Цивик. А моя сестра на заднем сиденье мне говорит, это вообще-то Hyundai Gets. Ну, ладно. Но вот я просто не могу вам передать эти эмоции. И мой отец сказал, Марин, мы тебе ее не дарим. Мы взяли ее в кредит и тебе вот каждый месяц нужно платить вот такую сумму. Так что учти, тебе надо будет заправлять, тебе нужно будет делать ТО на этой машине. Вот там через тысячи километров ты едешь по вот этому адресу. Все, ты хотела машину? Гуляй, говорит ее. Все, давай, сможешь платить, будешь ездить. Сможешь заправлять, будешь ездить, не сможешь платить, не сможешь заправлять. Печалька. Меня нет. Я вот, я тебе дал то, что смог. И я очень, на самом деле, рада то, что нам никогда не давали вот что-то просто так. И это помогает, на самом деле, воспитывать в человеке то, что если ты чего-то хочешь, иди делай. Просто так тебе ничего не достанется. Разве что, может быть, место на кладбище и то, которое когда-то проплатил кто-то там из твоих родственников. И то сейчас, мне кажется, тоже не вариант. Как-то вот так. Я очень любила эту машину. Я за ней ухаживала. Моя мама мне когда-то сказала, ты, наверное, жила бы в этой машине, если бы в ней был душ. Потому что, действительно, я утром в нее заходила, садилась и ехала на работу. Вечером я приезжала очень поздно с работы. И потом опять-таки спускалась, выходила и опять куда-то ехала. Я до сих пор люблю кататься по городу. Мой муж это знает. Я могу там поработать 2-3 месяца. Ну, очень, например, каким-то очень сложным проектом. Закончить его. И в какой-то день сказать, все, я поехала. Я обычно это делаю вечером. Я люблю, когда свободная трасса, свободные дороги. Я беру себе кофе, я включаю себе любимую музыку и прекрасно себе катаюсь по городу. Я таким образом расслабляюсь. Я думаю о каких-то своих положительных, не очень эмоциях. И, в принципе, отдыхаю от всех. От друзей, от подруг, от мужа, от детей. Вот мне нужно просто понять, что я существую и я принадлежу вот сейчас сама себе. Марина, спасибо большое за беседу. Очень было интересно. Если у вас остались вопросы к Марине, пишите в директ. Ссылка на Марину инстаграм в описании к этому видео. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал ProGafto. Пока! Пока!